Время говорить. Здравствуйте. Рабочая неделя подошла к концу и наши журналисты расскажут вам о самых интересных событиях, которые произошли в нашем городе. Краткий анонс сегодняшнего выпуска. В региональном правительстве прошла расширенная пресс-конференция с участием губернатора. В жилищной инспекции обсудили вопросы лицензирования управляющих компаний. День защиты прав потребителей. В управлении Роспотребнадзора состоялось заседание, посвященное этому событию. Теперь подробнее. Начать этот выпуск хотелось бы с более официальных новостей. В четверг в правительстве Рязанской области прошла пресс-конференция с участием губернатора Олега Ковалева. Журналисты по своему обыкновению задавали главе региона интересующие их вопросы, касающиеся наиболее важных и актуальных тем. Поведал Олег Иванович и о политике сдерживания цены, и об экономической ситуации в целом. Журналисты интересовались самыми наболевшими для нашего города темами. Более подробно в материале Ирины Ковалевой. Более двух часов. Около 30 вопросов от представителей ведущих СМИ Рязани и области. На пресс-конференции, которую дал губернатор Олег Ковалев, обсудили как итоги 2014 года, так и плана на недавно начавшийся 2015. Так прессу заинтересовал вопрос, сможет ли область в условиях кризиса сохранить положительную динамику в основных отраслях экономики, который был отмечен ушедший год. Оказалось, что Олег Иванович в этом вопросе настроен весьма оптимистично. Оборонка загружена полностью. Оборонзаказ ничуть не уменьшен. И предприятия будут работать на полную катушку. Какая себестоимость будет складываться и какова будет получаться у них прибыль от работы – вот в чем вопрос. Также губернатор отметил хороший потенциал у аграрного сектора. Значит, и пищевая промышленность должна работать на полную мощность. Я как-то более оптимистично смотрю на бюджет, если, конечно, в целом ситуация в России не будет резко ухудшаться. Рассказал губернатор и о принятой программе антикризисных мер, которые направлены на обеспечение социальной устойчивости региона в условиях кризиса. В ближайшее время должны быть разработаны проекты нормативных актов, которые определили бы меры поддержки того бизнеса, который имеет перспективу роста даже в условиях стагнации в экономике. Естественно, на это будут потрачены определенные средства, так что корректировки бюджета, скорее всего, не избежать. Но социальных расходов это вряд ли коснется. Что мы будем корректировать? Ну, уже очевидно, уже поручения даны и ведутся расчеты, буквально на днях уже мне их покажут. Это корректировка расходов на содержание органов власти, органов местного самоуправления. Естественно, были затронуты вопросы безработицы, уровень которой и в нашей стране, и в нашем регионе остается достаточно низким. Поговорили и о политике сдерживания роста цен. Олег Ковалев отметил, что в условиях рыночной экономики административных рычагов влияния на цены нет. Если говорить теперь, а как же рыночно воздействовать на цены? Ну, рыночные инструменты, они, сдерживание цен является, это увеличение объема продукции на рынках. Я имею в виду на рынках, я имею в виду всю торговлю. В торговле, будем говорить так. Значит, дальше, увеличение количества продавцов и производителей, которые присутствуют на рынке, понимаете, да, чтобы была конкуренция, не аффилированных между собой. Это модернизация производств с тем, чтобы повысить эффективность, а значит снизить себестоимость и дать должного качества, но более дешевую продукцию. В ходе пресс-конференции вспомнили и про ряд коррупционных скандалов, которые с точки зрения губернатора, хотя и негативно влияют на имидж региона, в первую очередь свидетельствуют о работе, проводимой в этой области. Гаишников пересажали. Ну, вот так вот, по-народному, да. МЧСников пересажали. Наркоконтроль. Госналогслужба. Это говорит о чем? Здесь борются. Понимаете? Здесь борются. И правоохранительная система работает в этом плане. И для общества это хорошо, потому что мы очищаем общество. Коснулись в ходе конференции вопросы относительно села Константинова, поговорили о состоянии дорог и о ситуации в здравоохранении. И даже вспомнили инициативу о присуждении актеру Сергея Безрукову звания почетный гражданин Рязанской области. В связи с чем губернатор отметил, что хотя и любит этого актера, но считает, что есть множество людей, которые сделали для нашей области гораздо больше. Еще одна конференция состоялась в региональной жилищной инспекции. Посвящена она была недавнему нововведению в сфере ЖКХ, а именно лицензированию управляющих компаний. Подробнее в сюжете. В Рязанской области завершается прием экзаменов у руководителей управляющих компаний. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник государственной жилищной инспекции Иван Миронов. Экзамены на аттестацию уже сдали 121 человек из 128. Хотелось бы обратиться ко всем руководителям. Срок подачи заявлений у нас ограничен законодательством, это 1 апреля 2015 года. Поэтому времени остается очень мало и мы ждем всех на следующей неделе с документами. Также чиновник отметил, что выдача лицензии, по которой компании должны начать работать с 1 мая текущего года, будет предшествовать проверка их деятельности. Проверяться будет многое, это и наличие уборочной техники, и насколько хорошо укомплектован штат сотрудников. Например, тех же самых обыкновенных дворников, которых многие жители спальных и микрорайонов редко видят у себя во дворах. Но если у вас не убрана придомовая территория, она захламлена, обращайтесь к нам. Мы произведем внеплановую проверку по вашему обращению. И вот когда наложим административное изыскание на руководителя или на управляющую компанию, как юридическое лицо, у них сразу найдутся и дворники, и я на 100% уверен. В общем, тем предпринимателям, которые хотят получить лицензию для обслуживания жилых домов, придется изрядно потрудиться. Хочешь работать в сфере ЖКХ, будь открытым и понятным местному населению. В Рязанском областном суде прошла ежегодная конференция, на которой были подведены итоги работы судов всех инстанций в нашем регионе за прошлый год. Все подробности в материале Глеба Галушкина. Всего по итогам прошлого 2014 года судьями различных инстанций рассмотрено 115 тысяч дел. Это больше, чем в 2013 году. Причем увеличение, по словам судей Рязанского областного суда, идет прежде всего за счет числа гражданских и административных дел. Хотя возможно, что в этом есть и свой положительный момент. Как-никак, но граждане за содействием в своих бытовых или коммерческих спорах все чаще прибегают к судебным разбирательствам, среди которых и земельные тяжбы, и споры по имуществу. Также поступают на рассмотрение в суды жалобы по нарушенным потребительским правам, либо страховым выплатам автогражданской ответственности. Процент удовлетворяемости исковых требований по этим делам тоже очень велик. В 85% случаев удовлетворяются иски потребителей. И в 95% были удовлетворены требования обзыскания страховых платежей со страховых компаний. Конечно, это очень досадно, потому что в свое время закон об ОСАГО принимался для того, чтобы люди не ходили в суды, не обращались от требований, решались другим путем. Но, к сожалению, результаты не достигли. Одна из положительных тенденций – это, безусловно, некоторое снижение числа поступающих в суды уголовных дел. При этом при рассмотрении дел небольшой тяжести, как и прежде, судьи руководствуются понятиями гуманизма. Многие подобные процессы завершаются примирением сторон еще на стадии мировых судей. Ведь задача мирового судей – сделать все возможное, особенно по делам частного обвинения, достичь примирения сторон. И если есть раскаяние в содеянном, есть признание вины, есть примирение, прекращаются дела и небольшой тяжести. Если такого не будет, то поймите меня, мы получим тысячи, огромные тысячи, если взять по всей стране, осужденных, как выражаются, и все говорят, за ведро картошки, за курицу украденную. Это тоже, будем говорить, надо принимать во внимание. В прошедшем году прибавилось у рязанских судей и работы по лишению водительских прав в отношении пьяных автомобилистов. Ведь дорожные инспекторы регулярно задерживают десятки нарушителей, а приговор за пьяную езду – один, лишение прав как минимум на полтора года. Некоторые задержанные автомобилисты, конечно, пытаются его оспаривать, но, как правило, безрезультатно. Всего таких пять случаев, когда документы возвращались автовладельцу. И еще важный момент в работе рязанских судей – это водворение нелегальных мигрантов. Сейчас для таких иностранных граждан действуют суровые законы, любое нарушение и гарантированная депортация на родину, хотя проблемы все равно остаются. Вроде как, ну, нет документов, нет ничего и подлежит водворению. А дальше начинаются проблемы. Проблемы в том, главное, что лицо не обладает знанием языка, не знает, что ему предъявляется, лишь бы уехать. Как только он попадает в спецприемник на водворение, появляются адвокаты, которые разъясняют ему права, и оказывается, что не каждого можно выдворить. Получается, что, согласно статистике, дел неуголовного характера становится все больше. И для того, чтобы разгрузить суды, принят кодекс об административном судопроизводстве, который вступит в силу в сентябре нынешнего года. Клиент всегда прав. Всемирный день защиты прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта. В Россию этот праздник пришел с запада в 1992 году. В последние годы в мероприятиях, посвященных событию, принимает активное участие региональное управление Роспотребнадзора. В Рязани уже традиционно специалистами надзорного органа проводятся горячие линии и пресс-конференции по вопросам защиты прав потребителей. Всемирный день защиты прав потребителей впервые отмечался в 1983 году по решению ООН в годовщину выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе США, которое состояло с 15 марта 1961 года. Однако в России этот день стали отмечать спустя 10 лет. По сложившейся традиции, Международная Федерация Потребительских Организаций каждый год определяет тематику этого дня. В нынешнем году он пройдет под девизом «Сфокусируем права потребителей на здоровом питании». Тема настолько актуальна, что мы видим и статистические информации о том, что школьники у нас излишне имеют вес, многие люди не доживают от того, что едят не те продукты питания, то, что информации у нас не хватает о продуктах питания, фальсификации продуктов питания. То есть мы живем этой жизнью, когда продукты для нас это очень важные, потому что продолжительность жизни здесь зависит от того, что ты кушаешь, какие у тебя болезни, как ты можешь в этом современном мире работать или не работать. То есть порой люди даже из-за того, что употребляют некачественную еду, становятся инвалидами. Нездоровое питание связано с четырьмя из десяти причин смерти во всем мире. Потребители и их выбор занимают центральное место в решении указанной проблемы. Ведь ежегодно до 30% населения страдают от употребления некачественных продуктов. Основная цель управления, Ирина Александровна отметила и я, она именно связана с этими проверками и с этой целью, чтобы не допустить на рынок граждан-потребителей наших непосредственно продукции, не соответствующие требованиями. За 2014 год было забраковано 9 тонн некачественной продукции. Чаще всего Роспотребнадзор забраковывает молоко и мясо. Как отметил руководитель ведомства, данная тема призвана способствовать привлечению внимания населения к существующим проблемам в этой сфере. Также она поможет узнать о широких возможностях населения по защите своих прав. Для этого в нашем городе планируются круглые столы, семинары, разъяснение прав потребителей в СМИ по телефонам горячей линии. Мы можем организовать праздник, сжечь масленицу, можем пригласить балалайшников, но у нас нет специалистов, которые бы учили бы или во всяком случае каким-то образом проводили факультативные занятия для учителей, для директоров школ. То есть у нас не учат потребительской культуре, из-за этого, может, мы такой и грязный город получили. В общем, девизом нынешнего потребителя должен стать принцип «Закон работает, когда его применяешь». Мы продолжаем. Сотрудники МЧС к весне готовы. Что, кстати, очень и очень актуально. Ни с того ни с сего, ака тронулась аж в середине марта. Парадокс, да и только. О том, с чем сейчас приходится работать рязанским спасателем в нашем следующем сюжете. Одна из опасностей, которая появляется в нашей области каждый год по весне, это половодие. В этом году лед сошел намного раньше обычного. Но все равно многих рыбаков так и тянет последний раз половить рыбу с риском для жизни. Не секрет, что пренебрежение элементарными правилами безопасности может обернуться бедой. Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, сотрудники ГИМС проводят дополнительные профилактические мероприятия среди рыбаков и жителей прибрежных районов. Патрулирование происходит силами патрульной группы, которые во время патрулирования раздают листовки рыбакам, проводят беседы профилактические в целях недопущения гибели и травматизма на водоемах Лизанской области. На данный момент, сейчас пока что, в 2015 году у нас не было допущено. Увеличение патрулей стало возможным благодаря катеру на воздушной подушке «ХИВОС-10», который поступил в распоряжение ГИМС прошлым летом. Надо отметить, что этот катер разработан и собран в нашей стране, в Нижнем Новгороде. Он как раз подходит для выполнения спасательных операций на тонком льду. Для своих с виду внушительных габаритов он развивает совсем неплохую скорость. На воде стрелка спидометра может дойти до отметки 60 км в час, а на льду катер выдает все 90. Да и невысокие препятствия для катера не проблема. При необходимости катер способен преодолеть высоту в 1 метр без особых трудностей. По словам сотрудников ГИМС, управлять такой амфибией достаточно просто. И все же спасение рыбаков, провалившихся под лед далеко, не единственная задача, с которой может справиться «ХИВОС». Также этот катер у нас использовался в рабочем поселке Елатьма, где у нас была, по техническим причинам не могла организоваться ледовая переправа. Он там у нас был на обеспечении жизнедеятельности людей, отрезанных рекой во время ледостава. Из-за весеннего паводка множество деревень нашей области остаются отрезанными от райцентров. На катере можно доставлять медикаменты и продовольствие в труднодоступные районы, причем в большом количестве, так как его грузоподъемность может доходить до тонны. Будем надеяться, что несчастных случаев во время ледохода в этом году удастся избежать. О работе скорой помощи жители нашего города порой отзываются весьма нелестно. Не кривя душой отметим, нередко помощи людям приходится ждать часами. Но взглянуть на ситуацию, так сказать, изнутри удается далеко не каждому. Мы подготовили своеобразный ответ на, в общем-то, обоснованное недовольство граждан. О том, с чем ежесуточно приходится сталкиваться фельдшером, водителем и диспетчером скорой медицинской помощи, в сюжете Алены Куколевой. Врачи скорой жалуются на низкие зарплаты, пациенты на медленное обслуживание. В некоторых регионах страны служба скорой помощи осталась почти без врачей. Все потому, что с начала года система оплаты труда медиков изменилась. Зарплаты упали, и работники неотложки начали массово увольняться. Диспетчер скорой помощи жалуется, что ей некого отправить на вызов. Пациенты ожидают часами. Тридцать вторую. По нашему адресу вы найдете сотрудников полиции. Женщики, вы продавайте вот эти деньги, вы не знаете, что она у нас. Хорошо, вызовем. Вот в данный момент 36 вызовов. Бригады не одной. Идет задержка на вызовы. Вот уже задержан на температуру полтора часа. Идет задержка. Температура какая-то неотложная, это не экстренная. Ну вот даже кровотечение у беременной 57 минут я не могу никому отдать. Совершенно. Вызов. Очень много, бригад не хватает. На срочные вызовы ехать некому. Вместо 48 машин выехать могут только 38. Причина – не хватает сотрудников. Диспетчер Елена Рахвалова работает в скорой уже 20 лет. Сейчас на вызовы уже не выезжает. Говорит, что работать становится совсем невыносимо. Приходится выходить на службу пятые сутки подряд. По регламенту – сутки через трое. Причины те же – низкая зарплата и нехватка сотрудников. Вот я сегодня сама, честно сказать, я забыла, какие сутки – пятые или шестые. Я работаю сутки через сутки, чтобы как-то можно было нормально прожить. То есть потому что зарплата в 20 тысяч – это грязная меноставка. При нашей жизни, вы понимаете, это не зарплата. С низким уровнем зарплаты работы становится только больше. Водительные отложки Игорь Кочкарев утверждает, что в последнее время водители научились уступать дорогу карете скорой помощи и по городу стало передвигаться проще. Есть такие, особенно молодые водители, которые пальцы веером, кто мы спешим, не спешим, они все равно стоят на своем, подрезают. Поэтому и совершаются, конечно, ДТП. Но в основном, конечно, уже идет лучше, и народ устал понимать, что все-таки, если есть возможность, они пропускают. Каждый выезд на встречную полосу и сиренами – все равно это есть уже, как сказать, напряжение, нервничание. И особенно, когда человек в машине плохо чувствует, что доли минуты какие-то решаются, довезем, не довезем, чтобы он выжить, то, естественно, конечно, напряжение есть. Дороги – это наш бич, это уже никуда ты от этого не денешься. Поэтому одно дело по хорошей дороге ехать быстро и хорошо, а с другой еще и ямки надо объехать. Водители с московскими номерами встречаются, то они лучше уступают дорогу, чем наши рязанские. Лиза Стеблевская работает полгода. Говорит, что профессия ей нравится, но со стороны пациента бывает недопонимание. Единственная претензия пациентов – то, что задержки. Некоторые, не все люди понимают, что мало бригад, и поэтому мы не можем. Они просто думают, что мы долго едем там. Наши граждане, ну, как бы не понимают, я думаю, они работают в скорой помощи. Ну, 37,5 температура. Все мы люди взрослые, ну, можно же принять таблетки, правда? Опять работает клиническая служба вызвать врача на дом. Три-четыре дня они сидят дома, никто не лечится, они не принимают ни препараты, своими какими-то методами, естественно, потом осложнение. Это пневмония, это и менингит сейчас есть. Пневмония тяжелая, естественно, уже госпитализация требуется. По данным социологов, 65% россиян довольны качеством работы службы скорой помощи. Несмотря на оптимистичный показатель, сотрудникам неотложки каждый день приходится сталкиваться с хамством и даже угрозами от недовольных пациентов. Но все меняется. Когда пациент осознает, что несмотря на пробки, количество выездов, тяжелые смены и низкие зарплаты, ему оказывают жизненно необходимую помощь. Поэтому меньше критики и побольше уважения и понимания. Людям такой непростой профессии. Ну и напоследок хотелось бы показать видеосюжет, несомненно, патриотичный. Нашей съемочной группе удалось побывать на Дягилевском аэродроме, понаблюдать за работой настоящих асов, осмотреть боевую технику, дислоцируемую на базе объекта. В общем, познавательно и бесспорно интересно. Смотрите сами. Аэродром Дягилева является поистине уникальным. Ведь здесь базируются единственные в России центры по подготовке летчиков дальней авиации. Вот на таких самолетах проходит обучение. Это ракетоносец Ту-22М3. По классификации НАТО его называют «бэкфай», что в переводе означает «ответный огонь». Отборное обучение в 43-м центре боевого применения и переучивания летного состава нелегок и попадают на учебу лучшие из лучших. Здесь пилоты осваивают новые виды самолетов дальней авиации и готовятся стать командирами кораблей. По прибытии теоретические основы, а затем плановые полеты для личного совершенствования. Александр Зубцов прибыл с боевого полка Амурской области и сейчас проходит обучение на Ту-95МС. Переучивается с правого сидения на левое, чтобы стать командиром корабля. Изучает повадки «медведя». Так называют этот самолет. Нас отобрали. Также мы в Рязань приезжали. Отобрали лучших. Приехало 10 человек. Отобрали лучших. Вот 4 человека получилось. Приехали сюда на командиров кораблей. Вот сейчас пройдем переучивание и далее в боевые полки уже выполнять более тяжелые задачи. Не только по кругу, по маршруту летать, а на дозаправку и на практические пуски. То есть вы отличнее? Лучше. Машины в Рязани не учебные, а несущие полное боевое оборудование. Пилоты производят практические пуски ракет и прицельные бомбометания на полигонах. С высоты в 10 километров экипаж должен попасть в отдельно стоящее здание. Осваивают в Рязанском авиацентре пилоты и модернизированный стратегический ракетоносец Ту-22М3. Я являюсь инструктором на самолете Ту-22М3. Это, значит, если так и назвать, стратегический дальний бомбардировщик ракетоносец. Ну а что о нем можно сказать? Уже много сказано было про этот самолет. Он пользуется популярностью в СМИ. Это единственный в своем роде дальний бомбардировщик, который может нести до 24 тонн бомбового вооружения. И также может нести три крылатые ракеты «Воздух-Земля». Красивое название «Бэкфайр». Я больше склоняюсь, его по-разному переводят. Но мое личное мнение, то есть это обратный огонь. То есть при взлете на форсаже ночью характерный хвост пламени до 5 метров за самолетом. Очень красивый взлет. Изначально он создавался как убийца авианосцев. Ту-22М3 может почти в два раза превысить скорость звука. Главная особенность его конструкции в том, что крылья могут менять форму. Использование столь разных режимов полета делает «Бэкфайр» незаметным на экранах радаров. А благодаря такому запасу скорости легче избежать перехвата. Возможности бомбовой ракетной нагрузки самолета до 24 тонн. И, соответственно, я вам могу показать грузоотсек нашего самолета, в котором находится бомбовая нагрузка. Эти 24 тонны. Соответственно, там снимать не будем. Но здесь, вот видите, открываются люки. И бомбы выходят в зависимости от задания. То есть по одной, по две, по три. И, соответственно, летят в цель. Сброс бомб и дозаправка топливом в полете. Лишь некоторые элементы, которые должен выполнить будущий командир корабля. Вместе с модернизацией парка самолетов дальней авиации меняется и программа обучения. Всего же за время существования центра здесь прошли подготовку более 400 тысяч летных специалистов по различным категориям. На этом итоговый выпуск нашей программы подошел к концу. Желаем вам хорошо отдохнуть в выходные, чтобы следующая рабочая неделя прошла незаметно на одном дыхании. Спасибо, что были с нами. Увидимся на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе, предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания